И нам с вами необходимо показать библейское основание учения о Троице. Вот давайте мы с вами попробуем это сделать. Прежде чем мы с вами перейдем к разговору об этом, давайте мы с вами зафиксируем для себя один очень важный момент. Обычно, когда христиан спрашивают, на чем вы основываете свою веру в Троицу, они ссылаются на один и тот же стих в Писании. Это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Сие три свидетельствует на небе, Отец, Сын и Дух Святой, сие три суть едина. Христиане постоянно, многие помнят об этом стихе, и когда свидетель Иегову задают им такой вопрос, они ссылаются на этот стих как на основание, главное и непогрешимое учение у Троицы. Но с этим стихом есть одна очень серьезная проблема. Дело в том, что в самых древних рукописях, которые у нас есть, в самых надежных рукописях, этот стих звучит несколько иначе. Вернее, сам этот отрывок звучит несколько иначе. Тех слов, которые мы с вами только что прочитали, к сожалению, в самых ранних рукописях нет. И в ранних рукописях он звучит таким образом, 7-8 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе, дух, вода и кровь, и сие три об одном». То есть, вот этой фразы, которую христиане используют как доказательство учения Троицы, в самых древних рукописях, к сожалению, нет. Она впервые появляется в манускриптах Библии не ранее 4 века н.э. И святелеговы об этом хорошо знают. И поэтому, когда христиане им выкладывают, как козырного туза на стол, этот стих из Библии, они говорят, а этого стиха в оригиналах не было. И христианин залезает в какой-то справочник, начинает искать, и ясняется, да, на самом деле это правда. И для многих людей, которые не готовы к такому повороту событий, для них это оказывается очень серьезным ударом. Вот для того, чтобы для вас сюрпризом не было, я хочу, чтобы вы знали, что этот стих никогда для церкви не был основанием учения Троицы. За всю историю споров на Никейском и Константинопольском соборе на этот стих никто ни разу не ссылался. Все учение Троицы, на котором стоит христианская церковь, было сформулировано без участия этого стиха. Никто и никогда его не приводил. Поэтому от его истинности или неистинности учение Троицы не зависит никоим образом. Для того, чтобы нам с вами понять, каким образом Писание говорит о Троице, нам необходимо проделать достаточно серьезную работу. Дело в том, что учение о Троице носит синтетический характер. То есть, когда мы собираем по всему Писанию, по всей Библии, те утверждения конкретные, которые Библия делает о Боге, об Отце, Сыне и Святом Духе, в конце концов, у нас само собой получается то учение о Троице, которое мы знаем. Каким образом это происходит? Когда мы с вами читаем в Писании утверждение о Боге, мы видим три совершенно однозначных факта, несомненных факта. Первое. Есть только один Бог. Есть только один Бог. Второе. Есть три отличных друг от друга лица или личности или ипостаси. Это Отец, Сын и Святой Дух. И третье. Мы видим, что каждый из этих лиц или личностей или ипостасей называется Богом. Есть только один Бог. Есть три личности. И каждая из этих личностей называется Богом. Когда мы собираем все эти три утверждения вместе, хотим мы того или нет, у нас получается библейское учение о Троице. Один Бог. Три божественные личности. И все ереси, которые существуют сегодня, все культы, которые существуют сегодня, они отрицают учение о Троице только потому, что отрицают одно из этих совершенно ясных учений в Писании. Как это происходит? Мормоны отрицают то, что Бог один. Они говорят, что Богов много. Единственники, модалисты отрицают, что есть три личности. Они говорят, что есть только одна личность. А свидетели Иегова отрицают божественность Сына и божественность и личность Святого Духа. Если мы с вами принимаем истинность вот этих трех утверждений, то учение о Троице совершенно очевидно и однозначно отсюда следует. Хотя самой формулы Троица в Писании нет, это учение является абсолютно неизбежным выводом из того, что Писание говорит о Боге. И таким образом, для того, чтобы нам продемонстрировать, что в Писании на самом деле учение о Троице присутствует, нам нужно последовательно доказать человеку семь очень важных утверждений, семь библейских утверждений. Давайте мы их с вами запишем. Есть только один Бог. Есть только один Бог. Это первое. Второе. Учение о единстве Бога не противоречит учению о Его Троичности. Второе. Учение о треединстве Бога Его Троичности не противоречит учению о Его Единстве. Третье. Отец есть Бог. Четвертое. Сын есть Бог. Пятое. Дух Святой это личность. Шестое. Дух Святой — это Бог, и седьмое — Отец — это не Сын, Сын — это не Дух Святой, и Дух Святой — это не Отец. Для того, чтобы нам изобразить то, о чем мы говорили графически, попробуем нарисовать такую вот картинку. Итак, Писание говорит о том, что есть только один Бог. И Писание говорит о том, что учение о единстве Бога не противоречит учению о Его троичности. При этом Писание говорит нам о том, что Отец есть Бог. Писание говорит нам о том, что Сын есть Бог. И Писание говорит нам о том, что Дух Святой тоже есть Бог. И то же самое Писание говорит нам о том, что Отец — это не Сын, Сын — это не Святой Дух, и Святой Дух — это не Отец. Одна сущность, три личности. Эта картинка, она неблагодухновенна. И придумали ее не мы. На самом деле это очень древнее изображение учения о троице, которое в очень кривом и не мастом графическом виде изображает себе все библейское учение о природе, о сущности Бога. И эта картинка, если внимательно к ней присмотреться, отвечает на множество вопросов, которые люди задают. Например, христиане верят, что Отец — Бог и Сын — Бог. Неужели мы верим в двух разных богов? Ничего подобного. Верим, что есть только один Бог. В Гефсиманском саду Сын молится Отцу. Неужели Бог молится Сам себе? Ничего подобного. Сын молится Отцу. Эта картинка отвечает на все основные вопросы, которые только могут возникнуть по поводу учения о троице. Если вы когда-нибудь будете говорить с свидетелем Егова об этом, вам просто нужно нарисовать ему такую картинку, выписать вот эти семь пунктов, которые мы с вами написали, и показать им один за другим, что каждый из этих пунктов имеет под собой библейское основание. Если мы с вами докажем библейскую сущность или библейскую истинность каждого из этих пунктов, у нас с вами в конце концов получится учение о троице. Согласны? Ну, замечательно. Давайте мы с вами это сделаем. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok